Первое, что хочу вам сказать, элементарные такие вещи. 2 Тимофея 3, 16, 17. Написано, все писания, богодухновенные, полезные для обучения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Все писания Бога вдохновлены, вдохновлены Богом. Многие думают, ну, есть, вы знаете, если посмотреть исторически, как эти писания доходили, курманские пещеры, номера Стронга, обрывки, тексты, где сходятся, где добавлены и так далее. Я вам хочу сказать одну такую вещь. Человеческий фактор существует везде, но слова Бога изменить невозможно. И добавить туда ничего невозможно, потому что Дух Святой все равно будет тебе говорить именно то, что Он хотел сказать. Как бы там было, ну, как бы там не написано. Поэтому Дух Святой, как бы человеческий фактор не влиял, Дух Святой, если ты его не угасил в своей жизни, Он будет тебя редактировать и давать самую точную информацию, что хотел сказать всемогущий Бог в лице Иисуса Христа для тебя. Что есть или кто есть Священное Писание. Библия – это просто библиос, это библиотека. Оно пришло из Греции. Это библиотека разных ветхозаветных и новозаветных книг. И они собрали библиотеку. Библиотека – это такое недуховное слово вообще, но оно как бы дает понимание, что где это хоть находится. Но на самом деле, если вы откроете книгу, где написана Библия, вы откроете первые слова, там будет написано «Священные Писания», которые записали святые Божьи человеки, вводимые Духом Святым, Духом Божьим. Поэтому, во-первых, я не противостою названию библиотека, я говорю о том, что, во-первых, нужно понимать, что это записанные тексты, божественные тексты Духом Святым, во-первых. А не просто библиотека. Когда ты идешь в библиотеку, ты думаешь об одном. Когда ты открываешь священные тексты, священные писания, ты думаешь уже совсем о другом. Поэтому тут есть свой контекст. Люди, которые давно в Господе, мне вообще на это не обращают внимания, потому что для них это не важно. И они уже привыкли к святым вещам от Бога, и они в этом живут. Но все равно я считаю, что, если мы говорим о священном писании, нужно элементарные вещи эти понимать. И если Иисус говорит «написано» более 30 раз в Новом Завете, Иисус говорит «написано», но никак он не сказал «идите в библиотеку и откройте там Исайю». И там вот в каком-то месте вы обнаружите что-то. Он говорит «написано то-то, то-то, то-то». «Написано», «написано», «пророки» там и так далее. Идем дальше. Ветхий Завет очень коротко. Это древний написан на иврите. Ну, там еще идет арамейский. Я так все, как бы, все скрасил. Там древние какие-то еще есть переводы такие. Нет, не переводы, а на которых писалось. Это вообще не суть важна. Их и 27, и 39 Ветхова, и 27 Нового Завета написано на греческом языке. То есть, ну, улица греческая, да, все, что греческое, что-то дорого стоит. Да, наверное, из-за этого. Как и, ну, может быть. Значит, книги священного писания, они бывают исторические, повествующие, учительные, поэтические, пророческие законы. И во всех них где-то есть мощное проявление Иисуса. Очень мощное проявление Иисуса. Вы знаете, я вам в конце дам такой листочек, я распечатал. Иисус во всех книгах священного писания. Вот тут Иисус, вот, допустим, бытие. Где Иисус в бытие? Где, 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 кто? Если вы... Конечно, можно сделать еще лучше, потому что Иисус еще более ярче и мощнее, чем... Ну, для вас будет интересно увидеть, что Иисус, он... В каждой книге священного писания проявлен четко образ Иисуса. Либо он... Я вам сейчас это покажу. Значит, священные писания сами себя доказывают, объясняют, толкуют, дают понимание и ясность. 2 Петра 1, 19, 21. Тоже очень такой интереснейший текст. От Петра очень... Петр не очень образованный человек, но выдал такое очень сильное. Притом, мы имеем вернейшее пророческое слово. Кстати, все священное писание является пророческими словами. Все священное писание является пророческими словами. Мы сейчас к этому придем. Притом, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная, прежде всего, что никакого пророчества в писании нельзя разрешить самому собою. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, а изрекали его святые Божьи человеки, будучи водимы и движимы Духом Святым». И если вы вникните в этот текст... Я хочу, знаете, как... Очень важно, чтобы священное писание попадало в какие-то мыслительные процессы, и мозг начал как-то видеть образы видения. Очень нехорошо, когда священное писание говорит, но идет, а оно получается, знаете, как отчаянник, от такой неалюминиевый, а какой-то такой медный чайник. Священное писание хотело попасть в голову, как в чайник. Стукнуло что-то, да? Но на самом деле священное писание, оно должно быть не то, что должно быть, это слово как бы долгового такого обязательства, но священное писание, я говорю, что как бы для меня должно быть вот входить, когда хочет, когда хочет, и быть всегда, как хочет, и управлять мною, когда угодно, независимо от того, что я хочу или я не хочу. То есть, где-то так. Следующее. Хочу вам показать один момент. Вы помните Исход 3.14? Конечно, все помнят. Бог сказал Моисею, я есмь сущий. А в Иоанна 8.57 сказали, на это сказали иудеи, нет тебе еще 50 лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал, истинно, истинно говорит, я прежде, нежели был, чем Авраам. Я есмь. Я есмь было, когда было сказано имя Моисею от Бога. Это значит, я есмь еще был до Авраама. Иисус еще был до Авраама. Иисус еще был до всех. Иисус четко говорит об этом. Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть я есть Иисус никогда не как можно проследить родословную Иисуса только по человеческому фактору но по духовному Иисусу уже никто не может откуда он с отцом где-то что-то написано но Иисус голова тела, а церковь это еще более сложный, не то что сложный тайный механизм божественный не сложный, но очень особенный поэтому Иисус был до Авраама но он же родился на земле каким-то образом он был до Авраама но он сам сказал, хоть с ним можешь поспорить сам, еще священные писания Ветхого и Нового Завета являются записанными словами Господа Бога все священные, все Троица Отец, Сын Иисус, Христос Дух Святой четко проявлены в Новом Завете и конечно можно проследить Новый Завет основан на Ветхом Завете скажите пожалуйста каким образом Троица участвовала в сотворении мира один такой важный момент хочу сказать, что в Троице единственное у кого есть тело это у Иисуса вы знаете, да? в курсе Отец, Сын и Дух Святой у Духа Святого нет тела он может быть в телах он может быть только в теле если он в человеке но он может двигаться вне тела а Иисус, он в теле он Бога-человек он стопроцентный Бог и он стопроцентный человек поэтому Иисус может оказаться на земле в любое время, когда ему надо когда он хочет, в любом месте и вне времени, потому что он есть сейчас он делает вещи, которые как и Дух Святой может оказаться на всей земле вот по всему лицу земли где-то ночь, где-то день и Дух Святой в этот момент может оказаться со всеми людьми и говорить на ту тему с человеком которая ему надо и Дух Святой не будет путаться и они не будут пересекаться и у них не будет проблем что Дух Святой поговорил с одним так с этим так и они потом не договорились нет, все, что делает всемогущий Бог он делает совершенно гармонично и я хочу сказать, что из всей Троицы как бы подчеркнуть еще раз что Иисус единственный, кто в теле и даже где-то в Яково написано кто не врубается, что Иисус в теле то это, наверное, от какого-то другого духа ну, бывает разные люди, разные мнения центром всех священных писаний является Иисус Христос Иоанна 1.1 в начале вы смотрите, какой перевод страны в начале было слово среднего рода слово было у Бога и слово было Бог было среднего рода если Иисус является словами Бога как Он может быть среднего рода? поэтому я, ну, перевод звучит красиво, но по смыслу все равно нужно все-таки включиться вникать в суть в начале были слова слова были у Бога и слова есть Бог 14 стих 1 Иоанна 14 стих написано слово 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 обитало нет я перевел на наш нормальный язык понятно слова обитал с нами Иисус обитал с нами полный благодати и истины и в бытие сейчас смотрим по поводу сотворения слова в начале были слова в бытие и сказал Бог и стало так смотрим в бытие 1.6.7 просто возьмем этот небольшой промежуток информации и сказал Бог да будет твердь посреди воды да отделит она воду от воды и создав Бог твердь и отделил воду которая по твердью от воды которая на твердью и стала так смотрите какой интересный момент и сказал Бог и стало так где в это время был отец кто что делал в это время Иисус и что делал в это время Дух Святой отец он как промыслитель он из Царства Божьего Царства Небесного создал концепцию земли всех творений всех внутренних программ всех растений человека и так далее отец он промыслитель у него концептуальное мышление Иисус слова Бога который назвал это а Дух Святой на основании Слов Бога сотворил материализовал и воплотил и вдохнул потом в человека даже Дух Жизни идем дальше итог всех времен то есть если мы сейчас я говорю в Новом Завете Иисус есть слова в сотворении Иисус есть Бог когда Иисус был на земле Иисус был Бог и в откровениях мы снова от бытия до Нового Завета и до пришествия Его есть такое следующее откровение 19 10 11 13 свидетельство Иисуса есть Дух пророчества и увидел я открытое небо и вот конь белый сидящий на нем называемый верный и истинный и имел имя написанное которое никто не знал кроме Его самого он облечен был в одежду обогренную кровью имя Его Слово Божье ничего бывает имя Его Слово Божье а чье имя было Слово Божье Иисус да оказывается Священное Писание Слово Божье и Иисус они очень сильно связаны они слиты они как будто срослись и они неразделимы хорошо суть Священного Писания вы когда-нибудь задумались вот Священное Писание суть суть этого Священного Писания к чему такой вопрос вы представляете суть Священного Писания это нужно взять вот такую книгу библиотека и всю библиотеку проанализировать и потом подвести две-три главных мысли или одну суть Священного Писания Иисус и человек Иисус продолжающийся в человеке все Священное Писание оно говорит что Иисус говорит человеку и человек за счет этого живет все вот все Священное Писание Иисус говорит человеку и человек щахлет если он послушает все вот весь смысл Священного Писания Иисус сказал человеку и человек стал щахлет Иисус не захотел слушать человек не захотел слушать Иисуса у него проблема все Кто услышал Иисуса, благословение, счастлив. Не хочешь? Наоборот. Дальше. В Новом Завете тело Иисуса, тело Иисуса, это большое родственное сообщество, которое влияет на мир, намного больше, чем Адам. И если бы он не согрешил, если бы Адам не согрешил и не стал преступником, то есть, смотрите, тело Иисуса, это сообщество, огромное сообщество людей, которому весь мир должен приносить десяти, служить домами. Весь мир обязан. Кто-то может сказать, знаете, какие-то слова. Тело Иисуса, мы являемся, кем мы являемся на земле? Вот мы стоим на земле. Мы его ноги. Куда ступают стопы ног ваших, ту землю я вам даю и я вас благословлю. К чему прикасаются руки ваши и что вы будете делать? Я вложу в ваши сердца и у вас будет получаться. Откуда это идет? Из головы. Это может придет в твою голову, это может придет в твое сердце, но каждый из нас является в какой-то мере продолжением Иисуса. Каждый. Мы разошлись, это Иисус растворился среди людей. Мы собрались, здесь сияет яркий свет, стоят ангелы с мечами, слава Божья, Иисус благословляет каждого, но мы настолько привыкли, что нас ничего никто не благословляет, что мы как будто заблокировали себя. На самом деле Иисус говорит, нет, оставьте все эти прошлым. Просто будьте как дети, принимайте, я вам даю просто потому, что я ваш Господь, я ваша глава, я благословен и тело благословлено. И прямо сейчас, Иисус, я благодарю, что благословение, оно вливается в каждую клеточку души, тело, в каждую частичку духа, в каждый закоулок, в каждой сфере души. Я говорю, Иисус, ты наш Господь, и я благодарю тебя, Дух Святой, что прямо сейчас проникающая слава, она движется, движется. Я говорю, что статус, я говорю, что эта привилегированность, которая есть, вот это вот царское родство, которое есть у нас с тобой, оно поднимается, поднимается, поднимается. И ангелы, Иисус служебные служат, духи служат, служат каждому из нас сейчас и здесь. Аминь. Аминь. Человек сотворен словами Отца, а слова, по сути, от Иисуса в Духе Святом. Как был сотворен человек? По образу и подобию Бога Отца. И сотворил, и сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему, сотворил его мужчину и женщину. 2.7. И создал Господь, будь человек, из праха земной, вдунул в него дыхание жизни, духа жизни, духа святого. А отец, он взял божественную природу и придумал концепцию, какой будет человек. Иисус сказал, человек станет, будь человеком. И Дух Святой. И опять Троица работала. Отец промыслил. Он из всей Вселенной собрал все идеи, сконструировал в телесном виде. Иисус сказал, и Дух Святой оживил, дыхание оживил. Поэтому и сотворил Бог человека. Опять видите, что по образу нашему множественное число очень важно. По образу подобию нашему, я еще раз прочту. По образу своему, по подобию Божьему сотворил Господь нас. Цель Священного Писания. Наполниться словами Бога и активировать способность творить. Что произошло? В Эдемском саду Адам потерял все способности, которые ему были наделены. А мы сегодня, имея Священное Писание, наполняемся словами и начинаем становиться творцами. Способные творить, говорить слова, пророчествовать и так далее. Колоссянам 3.16. Слово Христово вселяется в вас обильно. Исфисянам 6.18. Старайтесь об этом всем со всяким постоянством. Если по-русски, ну, если соедините два месяца, Слово Христово вселяется в вас обильно. И старайтесь об этом со всяким постоянством. Ну, я иногда соединяю несколько стихов, получается очень толково. Дальше. Что делать? Что мне делать? Мы сейчас говорим, что Священное Писание каким-то образом, я могу его направить в свою жизнь. Вы заметили? Я сказал одну такую фразу. Я видел, когда мы славили Иисуса, я видел, что мы вдруг включили свои силы для того, чтобы, ну, кто как, в мозгах, в мыслях и так далее, включил свою силу для поклонения Богу. И Дух Святой сказал, стоп, ничего не надо делать, просто принимайте, я хочу вас наполнить, благословить. У кого-то мысли бегут, у кого-то инерция, у кого-то химия, у кого-то что, ну, какие-то ощущения. Но Дух Святой говорит, я тебя наполню, я тебя наполню своим. И ты вдруг чувствуешь, я это я, вот как должно быть. И, в общем, это очень комфортные вещи, которые нам Бог дает. Что делать? В самом начале, чтобы Священное Писание проникло в твою сущность. Чтобы ты и я, во-первых, начал думать стихами. Думать стихами из Священного Писания. Говорить со смыслом стихов и действовать по принципам Священного Писания. Допустим. Как это может быть выглядеть? Как это выглядит? Допустим. Ну, специально мне не очень удобно, специально мне в голову сейчас не приходит такое. Но я знаю, что можно говорить. Здравствуйте. Я знаю, что можно говорить. Я знаю, что можно говорить и поздороваться. Благословляю тебя именем Иисуса. Там, как ваши дела. С Господом весьма прекрасно. Понимаете, да? Это не значит. Но и вы можете вот без напряжения религиозного такого. Очень быть приятным человеком. Очень приятные вещи. Говорить. И постоянно говорить только места из Священного Писания. Может быть, они немножко, ну, там есть слова наши, ну, как бы бытовые, но суть та же. Вот. Но молиться, когда мы обращаемся к Богу, к Иисусу, к Отцу, к Духу Святому. Ну, мы об этом поговорим по поводу. Но сейчас мы пойдем по поводу нас. Что делать? Я начал думать стихами Священного Писания. Думать. Случается какая-то ситуация проблемная. Что ты думаешь? Ой, надо сделать это. Нет. Какой стих, какие места из Священного Писания тебе приходят на эту ситуацию. Что ты думаешь? Если в твоих мозгах нету текста, а ты думаешь свои дела, ты запутаешься. В голове начнутся скачки. Мысли начнут. Мои мысли, мои скакуны. И в голове начнется короткое замыкание. Они же бегают, потом лошади устают. И у них начинает взрываться. Электрично, знаешь, как замыкают кабеля. И тут начинают стрессовые состояния. Поэтому, первое. Ну, я так, то, что я сейчас говорю, я говорю обзорно. Потому что в любом случае, если тебе будет это надо, мы в нашей школе проходили эти вещи, там более детально. Говори со смыслом стихов. И действуй по принципам Священного Писания. Хочется, пришла такая мысль, мне это надо. Ой, я могу это взять бесплатно. Но принципы Священного Писания тебе что говорят? Ты станешь воришкой. Значит, не проходит. Значит, подумай. Может быть, ты с кем-то попросишь, поговоришь. Может быть, тебе спишут. Может быть, тебе как-то. Но нужно думать по принципам, которые Священное Писание тебе говорит. Пойди спроси, можно или нет. Нет, значит, нет. Придумай другой вариант. Третий вариант. Четвертый вариант. Что ты придумывай? Ну, будь творческим. Но принцип Священного Писания не говорит, чтобы ты брал чужое. Никак. Ну, поэтому делай как надо, и жизнь будет складываться хорошо. Сейчас мы придем к некоторым моментам. Иеремия 23, 29. Слово мое. Сейчас. Сейчас. Нет, нет, еще нет. Наилучшим образом. То есть, чтобы я начал думать, говорить и действовать по принципам Священного Писания. Наилучшим образом, чтобы я был благословенным влиянием Священного Писания и автоматически влиял на любого человека в диалоге, в сфере, в информационной сфере его влияния. Если я наполнен Священными Писаниями, во мне как-то комфортно, я автоматически нахожусь на пути благословения, от меня исходит приятное излучение, что когда я общаюсь с каким-то человеком, происходит что-то доброе, что-то влияет, что-то происходит. Правильно? Он излучает, прикасается, что-то создает. Уже доброе, хорошее, благословенное. Священное Писание в моих устах является могущественным, информационным, сверх влиянием на мир. Иисус говорит, слово Мое, слова Мои подобны огню, говорит Господь, подобны молоту, разбивающему скалу. Мне дана власть. Иисус говорит, я дал вам власть. Связывать, развязывать, запрещать, разрешать, судить, миловать, благословлять, даже проклинать. Ну, дьявола, я имею ввиду, уничтожать его дела, разрушать, строить, благословлять в разных сферах и так далее. То есть, нам дана власть и ответственность Иисусом, восстановлены способности, утраченные Адамом, и мне и тебе даны права, полномочия, власти на основании Священного Писания. Управлять, судить дьявола, разрушать, строить, миловать, запрещать, разрешать, благословлять, определять, создавать. Дух Святой трудится для человека, который вводим и управляем на основании принципов Священного Писания. То Дух Святой трудится в тебе и благословляет. Но, есть один такой момент. Если человек не понимает, не уважает, тупит в отношении Слов Бога, Дух Святой уходит. Сила жизни ослабевает. Наступает трудная жизнь, без благодачи, без помощи Божьей. Надежда на себя, на свои силы, на свои силы. Иисус не уходит. Иисус продолжает любить. Человек сам уходит от Господа, идя своими словами и своими путями. Первый признак заблуждения – человек находится вне влияния записанных слов Бога. Люди в неведении очень тупые. Они матерятся, отгоняют, угошают Духа Святого, уходят потенциал силы. Человек начинает жить в слабой, близкой к проклятию жизни. Что такое мат? Слово такие «блин», «нафиг», извините за выражение, ну как бы я их в кавычках ставлю. Это заменитель мата. Многие говорят, это не значит, что надо уже прямо материться. Уже пошли заменители. Такие, которые… Если человек в обиходной жизни использует подобные… Это даже не слова-паразиты, это слова-проклятие. Не может из одного источника… Не может в тебе работать процесс строительства и одновременно процесс разрушения. Эти слова разрушающие. Если ты строишь, а в тебе находятся элементы разрушения, то у тебя война, у тебя конфликт. Ты ничего не строишь. Поэтому, если я говорю слова, я должен понимать, что если из меня исходят правильные слова, правильные мысли на основании священного писания, то я строю, я создаю, я влиятельный. И недисциплинированный человек, который может позволить себе вот такие вот мусорные слова, он просто в итоге Дух Святой тихонько уходит. Иисус не уходит, Иисус любит. Но человек отходит от священного писания и сам уходит. Иисус продолжает любить, а он уходит. А Дух Святой уже ушел. И человек живет тяжелой жизнью. Зачем жить трудной жизнью? Если… Всегда должен понимать, если я что-то делаю. Если Дух Святой уйдет, ого-го, это проблема. Поэтому, когда мы что-то говорим, что-то делаем, старайся, чтобы и Дух Святой не пострадал. Лучше тебе пострадать, но чтобы Дух Святой никуда не… извините, не улетел. Прогиб, ушел. Дух Святой ушел. Понимаешь? Дух Святой ушел. Я не знаю, как его вернуть. Это нужно к Иисусу опять идти, да? На покаяние, причастие, посты смирения. Пока… или быстро восстанавливаться, но как-то тебе нужно с Иисусом договариваться. Но не дай Бог, чтобы Дух Святой ушел. Поэтому, когда люди начинают… Когда люди отходят от Священного Писания, они постепенно начинают говорить не те слова. Дух Святой уходит, начинаются проблемы. Поэтому, Священное Писание – это как хорошее питание, хорошие, сильные вещи, которые должны быть в личности. И Дух Святой следит, наполнен ты Священным Писанием или нет. То есть, это знаете, как выглядит? Священное Писание – это как дрова, Дух Святой – как огонь. Если ты в огонь кладешь дрова, слова Божии, то ты горишь. Если же нечему гореть, то Дух Святой вначале сидит, ждет, пока ты что-то туда… А потом ты начинаешь бросать не то, и Он уходит, чтобы ты не погиб. Потому что Дух Святой, когда уходит, если Он останется, и ты будешь делать что-то не то, то умрешь. Ну, так оно. Поэтому, почему сейчас такие вещи происходят в разных местах? Дух Святой есть, Духа Святого нету. Ну, да нет, просто его уже давно выгнали. И не обращают на это внимания, никто на это не смотрит. И кому это не надо, можно сымитировать, можно… Я говорю такие вещи не потому, что это, ну, чтобы кого-то осудить. Я говорю к тому, чтобы мы всегда были осторожны в том, чтобы не натворить. Нам этого не надо. Ты знаешь, как себя вести, знаешь, как делать. Делай правильно, у тебя все будет получаться. Человек, согрешив, утратил способность творить как Бог. Отец послал в мир спасти нас всех. Исайя 55, 11. Так и слова мои, которые исходят из уст моих, они возвращаются ко мне тщетными, но исполняют что мне угодно и совершают то, для чего я послал Его. Вот эти слова. Иисус был послан спасти людей. Иисус, Бог, Отец послал слова. Не просто слова, Он послал Иисуса. Ибо младенец, Исайя 9, 6. Почему я говорю места? Потому что Священное Писание все уже давно сказало, ты только должен знать, где оно находится, и все соедини. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. Нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Но Он родился у нас, на земле, на планете Земля. Пророчески Иисус родился на земле, как человек, на основании Священного Писания. Слова Бога в Личности Иисуса. Пришел на землю, пророчески родился от девственницы, став сыном человеческим. То есть есть Сын Божий, чтобы спасти, купить кровью, постановить завет благословения для каждого человека, который откликнется на призыв Духа Святого. То есть человек согрешил, Бог Отец послал слова, Иисус родился и сказал Бог, и стало так. Вот я задам вам вопрос, как мог Иисус родиться, будучи уже до Авраама одной из Личностей Бога? Родиться в человеке? Знаете, что квантовая физика доказывает, что самая маленькая частица – это вибрация звука. Вибрация звука – это слова. Иисус оказался словами Бога Отца и оказался в Марии, и начал развиваться, и вырос Иисус. Без мужчины. Факт. Я в это верю, абсолютно. Потому что я просто понимаю, даже по квантовой физике, что это возможно. Я понимаю механику духовного процесса. Хорошо. Дальше. Искупление. То есть у человека появилась проблема, он перестал творить, он начал загибаться, он не только отошел от Священного Писания, но само Священное Писание показывает вот эту вещь. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что, когда мы говорим о Священном Писании, если мы не сфокусировались на том, что Иисус умер и воскрес, это большая проблема. Если, допустим, я буду тебе рассказывать постоянно, как стать чемпионом, как стать героем, но если ты забудешь про Иисуса, все, это проблема. Это не то, что проблема, это, прикинь, ты стал уже, ты уже на чем-то ездишь, ты уже включил в машине музыку, какое-то радио, понимаешь, да? Сам уже, человек уже сам не замечает, что уже атмосфера изменилась, Дух Святой ушел давно. И это печальные вещи, и нужно быть максимально внимательным и осторожным. Иисус взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, чтобы восстановить всех. Исайя 53. «Господи, кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мужца Господня? Ибо он зашел пред Ним, то есть Иисус вошел пред Отцом, как отпрыст, как росток из сухой земли, нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его. И не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему, Он был голый. Иисус был презрен, умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Мы отвращали от Него лицо Своё. Он был презираем. Мы ни во что не ставили. Люди вообще ни во что не ставили Его. Но Иисус взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, и мы думали, что Он был поражаем, наказуем, уничижим Богом. Но Иисус изъявлен был за грехи наши, мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нём, и ранами Иисуса мы исцелили. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Но Господь возложил на Иисуса грехи всех нас. Десятый стих. Но Господу было угодно поразить Иисуса, и Он предал Его мучению. Когда же душа Иисуса принесёт жертву милостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его на подвиг души Своей. Иисус, Он смотрит с удовольствием, через познание Его Он, Иисус, праведник, раб мой, говорит Отец, оправдает многих и на Себе грехи понесёт. Посему Я дам Ему часть между великими. Иисус один из нас. Часть между великими. И сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтён был. Тогда как Иисус понёс на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем, адвокатом. Он будет делить добычу сильными? Это с кем? Семь. Хорошо, ты сказала. Поэтому каждый из вас... Знаете, я шёл сегодня, и я просто понимал такую вещь. Я не знаю, что будет, как будет, что будет где-то происходить. Иисус сказал, ты должен делать систематически, постоянно, не останавливаясь. Делай. Потому что когда ты делаешь, ты освещаешь. Вы освещаете город. Вы благословляете страну. Понимаешь ты, не понимаешь. Я вдруг понимал. И Он говорит, это не твоя сила. Просто принимай верой от меня силу. Силу жизни, силу радости, силу способностей, силу помазания. Когда? Сейчас. Ну, прямо. Я просто стоял, я учусь. Всё, все способности, всё, что нужно, тебе оно просто приходит, как бы, знаешь, сверхъестественно, знаете, как какое-то вооружение здесь, здесь, защита и так далее, благословение, сила. Ты говоришь, а как это получится? Получилось уже, бери, иди, делай. Вот внутри, вот ты думаешь, а как у меня это будет? Сейчас, прими быстро, и всё, иди, и это твоё. Это долго. А как быть с этим? Абсолютно быстро. Иисус взял твои немощи, Иисус взял твои... Иисус умер из мёртвых. Иисус воскрес из мёртвых. Явил в Себя миллионом людей до сегодняшнего дня. Иисус восстанавливает каждого человека для Себя, чтобы сделать его верным свидетелем. Восстановить способность творить, создавать, управлять словами, как Господь Иисус. «Человеку возвращён статус Божьего Сына, домоуправителя над всей землёй, и всё отдано семье Бога и его церкви». То есть священное Писание и Иисус, он... Как может Иисус... Вот представь себе, Иисус будет приходить к каждому и говорить одному то, одному то. Люди будут переворачивать свои головы по своему, и когда начнут говорить, у них вообще появится миллиард сект. А так, есть оригинал, священное Писание. И Иисус всем говорит на основании священного Писания чётких принципов, закономерностей, законов, заповедей, как нужно себя вести. Многие думают, а заповеди это... Мы не живём по заповеди. Подожди. Заповеди это просто принципы правильного поведения. Ты что, не живёшь по принципам правильного поведения? А почему ты тогда живёшь? Значит, ты грешишь. Мы не живём по заповеди, это значит, что человек грешит. Потому что, если ты задашь вопрос, а по каким принципам? По благодати. А благодать это что? Это значит, грешу в карисе, соскакиваю, и веду в двойную игру, в двойную жизнь, в масочках хожу? Нет. Священное Писание очень чётко определяет, Иисус очень чётко определяет. Мы, ты должен быть самим собой, у тебя не должно быть никакой второй жизни, у тебя, ты поступаешь по правильным принципам, и священный, и закон, он добр. Если ты с Иисусом дружишь, то закон тебе служит. Если ты без Иисуса, закон тебя будет бить, бейсбольной битой догонять, и будешь грешить, и не сможешь его выполнить. Он же говорит, я же напишу вам в сердцах, в мозгах, я всё вставлю в вас, подправлю, выровню, я сделаю у вас благословенны, вы будете счастливы, и вам не нужно даже быть... Оно будет легко. Да, оно будет легко. Поэтому, секрет опять, кто это делает? Иисус, Дух Святой, Отец, вся Троица. Хорошо? Аминь. Воля человека должна попасть под влияние Иисуса из Священного Писания. Сейчас я вам скажу одну важную вещь. Я некоторое время назад, помните, я когда-то говорил еще несколько времени назад о том, что у каждого должно быть свидетель. от Иисуса должно быть свидетельство. Когда ты что-то говоришь, свидетельство о чем? Как Он лично тебя благословил, ты можешь просто рассказать. И сам Иисус, потому что эта ситуация реально была, Дух Святой будет работать. Я заметил один такой интересный момент, что воля человека, вы знаете, воля, разум, воля, эмоции, память, телег, воображение, это составные души. Воля человека это тот инструмент, которым человек делает выбор. это выбрать или это выбрать. На самом деле, кто-то сказал, что это единственное, что есть у человека, воля. Дальше больше ничего нет. На самом деле, это так. Но получается так, что если моя воля не попадет под влияние Иисуса, мне никогда не будет свидетельствовать. это будет просто звук. Я знаю, что Иисус хороший, что все хорошо, а ничего не происходит. Воля человека должна быть полностью переработана Иисусом и Священным Писанием. Нету воли твоей, есть воля Божья, благая, угодная, самая лучшая. И если Дух Святой не сможет воздействовать на твою волю, ничего никогда не произойдет. Воля это то, что нужно сразу упаковать, не новой почтой отправить Иисусу, а лично доставить Иисусу, что хочешь, делай, я тебя прошу, по винтикам разделай меня, но воля должна быть моя посвящена тебе. Я даже не знаю, как я буду принимать решение, но на основании то, что ты мне говоришь, текстов, откровений, но просто я сделал акцент сейчас на том, чтобы если человек начинает двигаться в Священном Писании, он начинает двигаться с Иисусом, начинает понимать себя, исти элемент, если воля его не будет находиться под влиянием, как это будет, ты сможешь узнать только с Иисусом. Но некоторые подсказки я тебе скажу. Существует а без веры Богу угодить невозможно или понравиться не получится. Такой момент. Существует два элемента доверие и вера. У них есть очень большая разница. Доверие я доверяю личности Иисуса, а вера я верю словам личности Иисуса. Но если я не знаю личность, как я могу поверить его словам? Поэтому а без веры а если ты не доверяешь Иисусу как личности, то как ты будешь послушан его слова? Непонятно. Другой есть такой теологический момент Рема и Логос. Рема означает Иисус живые слова Бога. Запис Иисус Рема живые записанные слова Бога как живой Иисус. А Логос это просто записанные слова Божьи или записанные слова Иисуса. Но если не будет записанных слов Иисуса, то как они оживут? Вначале их нужно посадить в себя, слова Бога надо посадить как информацию, и они как семена вырастут. Вначале ты читаешь тексты Священного Писания, и вдруг, когда ты читаешь, и ты сосредоточился на чем-то интересном, и ты провалился в какую-то библейскую историю, и вдруг ты раз Иисус пришел. А знаешь почему? Потому что ты ему не мешал своими мозгами, ты расслабился, успокоился, занимаешься как ребенок интересным Божьим делом, Иисус тут как тут нашел момент, чтобы с тобой поговорить. Это ты думаешь, что ты его хочешь с ним поговорить, пока ты его ищешь, пока ты напрягаешься, ты отдаляешься, не то, что отдаляешься, как будто стену строишь. Расслабься, успокойся, я здесь Иисус. Оп! Он говорит, молодец, и я здесь. Как дела? Хорошо. Что будем делать? Давай прославим тебя, Иисус. Аминь. Хорошо. Иисус, Священное Писание, едины и неразрывны. Иисус постоянно цитировал Священное Писание более 30 раз в Новом Завете. Иоанна 5, 39. Иисус говорит, исследуйте Писания, вы думаете через них иметь жизнь вечную? они свидетельствуют обо мне, говорит Иисус. Все Священные Писания свидетельствуют об Иисусе. А зачем? Чтобы я мог с Ним как-то подружиться, договориться, взять Его слова и начать жить адекватной жизнью. Священные Писания это, знаете, есть такой момент, когда я много раз слышал, кто-то засыпает. Говорит, мне одна сестра рассказывала, она говорит, наш пастор научил нам, говорит, если вы хотите спать, откройте Священное Писание, это будет очень хорошо. Она говорит, я с этим мучилась, страдала, и я потом не могла это из себя вытащить. Это их так научили. Она откуда-то с Россией на работе познакомилась, она мне рассказывала разные истории своей жизни. Но она такая, она хорошая христианка. Это для проблем надо избавляться? А? Это проблема, от нее надо избавляться, а не менять. Это клиника. Это клиника. Как можно вот так научить ребенка? Ну, Божьего ребенка, он же искренне, он же принимает все, а это научил неправильно, не дай Бог. Потому что делать? Проходят годы. Иисус и Священное Писание едино-неразрывны. Мое посвящение Священному Писанию и мое отношение к словам Бога определит мою судьбу на земле и место вечности. Смотрите, еще один момент. Есть написано где-то сказано, что несчастны вы, если вы только надеетесь на Иисуса только в этой жизни. Вы знаете, что в вечности, если вы откроете учение о тысячелетнем царстве, то будет через тысячу лет дьявол будет отпущен на короткое время, это уже после воскресения. И чтобы соблазнить даже избранных, и будут люди, которые поведутся, уже будучи спасенными, уже будучи в Царстве Божьем, где Иисус и Его слава. Через тысячи лет это будет последнее чистое. Сердца людей будут проверены. Дьявол просто будет высвобожден с каким-то хитрым ходом. Поэтому мы всегда и сейчас и в вечности будем надеяться на Иисуса. Я спасся и слава Богу. Нет, еще и не все. Следующее испытание через тысячу лет. А зачем мне через тысячу лет еще одно испытание? Я хочу продаться Иисусу целиком и полностью. Все, мы выходим на финишную прямую. Я прочту вам несколько исповеданий и мы будем заканчивать. Здесь. Да. А у нас по времени нормально. Ну, я прочту вам, вам будет, наверное, послушание на основании Священного Писания является здоровым отношением с Иисусом. Первое. Я люблю Иисуса настолько, насколько я люблю слова Иисуса из Священного Писания. Я послушен Иисусу ровно настолько, насколько я послушен словам Иисуса из Священного Писания. Я люблю Иисуса. Как ты любишь Священное Писание, так ты любишь Иисуса. Я послушен Иисусу. Насколько ты послушен словам Иисуса в Священном Писании, «В моем сердце столько места для Иисуса, сколько есть места для записанных слов Иисуса. Иисус значит для меня ровно столько, насколько важны для меня слова Иисуса и Священного Писания. Ты можешь создать и творить сам все, что захочешь, словами Господа, которые уже записаны и собраны в Священное Писание или Библию. Все возможно верующему, все могу выкрепляющим меня Иисусе Христе». Мы приходим к такому моменту, когда вдруг, если ты будешь пропитан местами и текстами и Священного Писания определенного плана, ты будешь говорить, и будут происходить чудеса, 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 чудеса. Они не будут заканчиваться. И происходит, что вообще происходит с нами, с людьми? Задача дьяволу отвлечь наше внимание на всякую ерунду, на всякие слова, на всякие обиды, вместо того, чтобы сфокусировать свое внимание на важных вещах, делай, делай, будь, будь, будь. Стань профессионалом в Иисусе, посвященным профессионалом в Иисусе до такой степени, что люди будут говорить, а это святой человек Божий, что там уже к нему, ничего не клеится. Только Бог через него действует могущественно. Все готово измениться в благословение. Чудеса готовы проявиться от исповедания мной слов Иисуса. Псалом 118, 105. Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. И я перевожу на простые слова Твои во мне просвещают разум, дают мне понимание, что делать, куда идти в правильном направлении. Если ты возьмешь какое-то место из священного писания и просто разложишь его, как, что тебе делать, ну, как применение к своей жизнью, ты увидишь очень много, очень много сильных вещей. Псалом 118, 103. «Как сладки горта не мои, слова Твои лучше меда устам моим». Ну, как перевести? Вначале нужно думать, а потом записать, и потом ты, когда это прочтешь, думаешь, ооо как. Поэтому, я это сделал за вас, произнося слова Иисуса, даже физически, во мне приятно и вкуснее, чем лучшие пирожные. Произнося слова Иисуса, мне приятно и вкуснее, чем все, что угодно. Псалом 118, 14. «На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком богатстве. Размышлея о словах Твоих, Иисус, я очень доволен и рад. Внутренне уже готов принимать большие и богатые блага». Или дальше. Псалом 118, 62. «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Я настолько привык наслаждаться, размышляя словами Твоими. То, о чем думал, стало моим, пришло в мою жизнь и воплотилось». Хорошо. Хорошая часть, мы заканчиваем, подводим итог. Хорошая часть, все, что связано Иисусом с Священным Писанием, прекрасно, красиво, приятно, вкусно, ароматно, чудесно, богато, щедро, легко, много и быстро. Печально дьявол будет противиться вам и даже через людей. То есть, говорят о гонениях каких-то еще. Желающие жить благочестивы, они не будут нравиться обычным людям, которые находятся в царстве тьмы. 2 Петра напоминает, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильникам и сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и взойдет утренняя заря в сердцах ваших». Это твоя жизнь вокруг, твоя жизнь внутри, в сердцах ваших. Зная, что прежде того, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить саму собою, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, изрекали святые божьи люди, будучи движимы Духом Святым. И итоговые вещи в Терозаконии. В Терозаконии 5.1 созвал Моисей Израиль, сказал, «Слушай, Израиль, постановление законы, которое я оглашу сегодня в уши ваших. Выучите их и старайтесь исполнять». Память для чего нужна? Для того, чтобы заполнить ее откровениями, заполнить ее словами Божьими. Говори слова Иисуса, думай словами Иисуса, действуй словами, принципами Священного Писания. «Сказал Господь и стало так», «Сказал Иисус и стало так», «Сказал ты и я и стало так». Нет никакой разницы. Слова Бога вошли в тебя, они тебя осветили, ты просто стал продолжением Бога на земле. Один из Иисусов, который ходит, Иисус ходит в тебе, это один из них, а не обычных особых людей. Итог. Священные Писания сами себя доказывают, объясняют, толкают, дают понимание и ясность. Иисус и Священное Писание едины и неразрывны. Центром Священных Писаний является Иисус Христос. Все готово измениться в благословении чудеса. Чудеса готовы проявиться и исполниться от исповедания слов Иисуса, исповедания мной слов Иисуса. Все вселенная готова слушаться тебя, но насколько ты послушен словам Иисуса. Мы сегодня здесь, на этом месте. У каждого есть своя жизнь, у каждого свои пути. Я говорю, нет своих путей. Есть путь только один – Иисус. Он есть путь, Он есть истина, и у Него есть жизнь. Если что-то не так идет, если ты куда-то не так идешь, если что-то с тобой происходит не так, тебе надо к Иисусу нырнуть в Священное Писание и честно сказать себе правду, кто ты есть. Пока ты сам себе не скажешь, тебе никто ничего, сейчас люди в глаза, в общем-то, никому ничего не говорят, не хотят портить отношения. Но ты сам знаешь, Иисус уже давно тебе говорит, просто сделай это или делай это. Я не знаю, к кому это относится, кому-то относится. Исповедания. Давайте мы исповедуем такие слова. Я люблю Иисуса. И помолимся. Повторяйте измени. Я люблю Иисуса настолько, насколько я люблю слова Иисуса, из Священного Писания. Я послушен Иисусу ровно настолько, насколько я послушен словам Иисуса из Священного Писания. В моем сердце столько места для Иисуса, сколько есть места для записанных слов Иисуса или запомненных. Иисус значит меня ровно столько, насколько важны для меня слова Иисуса в Священном Писании. И я помолюсь сейчас. Аминь. Иисус, я прошу Тебя, чтобы сильная любовь и вкус Твоим словам, Иисус, систематически и постоянно был у каждого из нас. Я прошу Тебя, чтобы была жажда познания Тебя через Святые Писания. Премудрость в сердце Твоих слов для жизни в чести была постоянно, и она работает. Иметь сильные свидетельства от Тебя и с Тобой, Иисус, и на основании этих чудесных событий, которые происходили в Священном Писании, как оригинал. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что фундамент жизни и успеха – это Ты, Иисус. И в Священном Писании это уже есть, это есть сейчас. И сегодня я благословляю каждого из нас, чтобы мы все твердо, мощно шли, двигались в Твоей силе, в Твоей славе и в Твоем благословении. Всякое злое действие… Дайте мы встанем сейчас на ноги. Всякое злое действие сатаны и дьявола, всяких неправильных вещей, зависимостей, всяких хитростей, всякой лжи, которая пришла через каких-то лукавых людей, я запрещаю кровью Твоей, Иисус, и Твоим именем останавливаю всякое противостояние делам Божьим. Я говорю, Господь, я призываю Твою кровь на каждого из нас сейчас, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдая сердца наши в Тебе, Иисус, я прошу Тебя, чтобы память наша была очищена и приготовлена кровью Твоей сейчас мощно, для того, чтобы каждый из нас жаждал откровений, был в откровениях, в живых словах Иисуса, во имя Твое, Иисус, сейчас и здесь, на этом месте. Дух Святой, я прошу Тебя, оживотвори все эти семена, и мощное действие Твое да будет в каждом из нас. Пусть всякая суета уйдет, пусть всякое недоверие, страх, который был, доверие на банк, на карточки, на работу, на какие-то деньги, на какие-то недвижимости, я останавливаю эти зависимости, и говорю, Иисус, только Ты, Господь, на кого можно надеяться.